Разнообразных устройств, которые мы сегодня посмотрим, включим обязательно и попытаемся что-нибудь с ними сделать. Сейчас первый слайд презентации, который представляет собой просто титульник. И первым устройством у нас будет... Нажимать, смотрите. Нажимать, да? Да, вот это. Нет, это нажал шарить. Готово, готово. Ага. И следующий слайд. Так, извиняюсь за техническую заминку. И первое устройство у нас Chromecast. Кто-нибудь видел такое? Устройство у нас где-нибудь? Нет. Нет? Они появились довольно-таки уже давно. Уже это второе поколение, уже скоро будет третье. Как вы думаете, что оно вообще делает? Выглядит оно примерно вот так. Ну, можно. Ну, скажем так, это не просто вещание, это проигрыватель целиковый. Ее можно использовать как просто Bluetooth A2DP приемник, либо как приемник, как DHL работает, а можно как проигрыватель. Давайте вот раскупорим. Выглядит коробочка вот так. Внутри у нас лежит, собственно, сам вещатель и проводок 3,5-миллиметровый. Вот он такой живой. На экране он, конечно, большой, а в реальности он вот он. Их бывает несколько разновидностей. Вот на слайде разновидность с HDMI-портом. Это с 3,5-миллиметровым. То бишь, этот предназначен проигрывать видео, этот только аудио. Питается он от microUSB. И в комплекте, если раскупорить коробку подальше, будет лежать небольшой адаптер. Ну, с американской вилкой. Это бывает часто, когда приходят образцы именно устройств. Поэтому для американских вилок у нас специально заготовлен переходничок. Давайте его попробуем подключить. И посмотрите, что он из себя представляет. 3,5 у нас колонки. Нет? А, колонки, чтобы заказывали. Нет? Ох, ох. Вообще никуда в 3,5. Нет. Нет, нет. Высидер, нет? Да, вы бсидер. М? Бсидер. Бсидер вот эти вот колонки. Ну, а 3,5? Держи. Ох, 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 ох. Угу. Нам, к сожалению, не принесли почему-то колонки на 3,5 мм. Но ничего, у нас всегда есть выход из ситуации. Раз у нас нет колонки, давайте возьмем колонку. Это Google HomeKit. Он включает, по сути, в себе абсолютно сходный функционал с Chromecast. Он также может воспроизводить музыку и обладает дополнительными функциями голосового помощника, то есть Google Assistant. Вот такая вот у него коробочка. Весьма интересно оформление для коробочки для устройства. И внутри лежит картон, инструкции, которые никто обычно не читает, и блок питания. Блок питания у нас снова американский, но, к счастью, они все совместимы с 220-вольтовыми розетками. Поэтому включаем в адаптер, и сейчас мы ставим это все в розетку. Само устройство можно ставить даже без декоративной решетки для колонок. У него стоит целых три динамика, при этом он играет низкие частоты весьма неплохо, и звучит весьма привлекательно. После включения на нем загорается светодиодик на корпусе, и сверху у него есть такой интерактивный джок-дайл, или как это можно назвать, панель, которую можно управлять с помощью пальца. Да, конечно, только сначала она должна загрузиться, после того, как вот этот бегуночек проскочит, она запустится, и у нас будет звук. Вот она включилась. Для того, чтобы менять громкость, мы можем просто пальцем вращать по поверхности, и она меняет звук. Вот и все, теперь у нас есть колонка. Так, ну давайте посмотрим, если это было бы Chromecast. Мы можем использовать совершенно любой андроидное устройство, будь то планшет, будь то телефон. И для того, чтобы подключиться к этим устройствам, существует приложение Google Home, которое выглядит примерно вот таким образом. В нем ничего практически нет, только закладки с возможными приложениями, какие можно поставить, и можно подключить, будь то Chromecast, будь то Google Chrome. При включении он еще не подключился к Wi-Fi сети, он просто запустился, запускается приложение, он обнаруживает его, будь то, я не знаю даже, как это происходит, потому что он должен подключиться к Wi-Fi, у него должен быть интернет. Но он неподключенное устройство находит в этом приложении и передает настройки сети, и оно уже подключается к интернету. Будучи подключенным, уже можно запустить какое-нибудь приложение, например, не буду рекламировать одно из приложений для стриминговой музыки, и из него можно включить музыку. Сейчас у меня играет планшет. Я нажимаю на кнопку «Передать на устройство», и... Ну, задержки, да, ну, плюс еще у нас большая сеть, и, возможно, широковещательные пакеты, или какие он использует, они не сразу реагируют. Вот оно наконец-то поняло, и все передалось сюда. При этом... Как правильно отметили, это не Apple. Интересно. Последняя прошивка. Это очень актуально для всех устройств. Любое устройство Google, как только подключается, оно сразу скачивает последнюю прошивку. При этом довольно интересный факт, то, что, как я уже сказал, это не просто стример, не приемник музыки, это именно проигрыватель. То есть, я сейчас могу взять планшет и выключить вообще Wi-Fi. Вот я выключил Wi-Fi, он отключен полностью. Колонка продолжает играть. Как это работает? Нет. Нет. Все, я вот и вот могу громкость вращать. На самом деле, вот от кнопки громкости нажимаю, он начал громкость гудильника менять на планшете. Да, это именно проигрыватель. Специальные приложения, которые созданы для, будь то, хромкоста, будь то для Google Home, они обращаются к своим сервисам и забирают аудиопоток оттуда. Один раз запустив, он продолжит играть, как ни в чем не бывало, и можно управлять практически любого телефона, находящегося в одной сети. Можно прямо сказать ей, окей, Google, stop, и она выключит музыку. Теперь, если я снова войду на планшет, я могу снова запустить также проигрыватель музыки и запустить другую композицию. В случае хромкоста, если у нас была HDMI-версия, мы могли бы еще передавать видео абсолютно таким же образом. То бишь, откуда-то сервис один раз запустили, телефон дальше выключили, а оно продолжает играть. Вплоть до того, что мы можем управлять этим устройством, уже выйдя куда-то за пределы зоны Wi-Fi, продолжая управлять с обычной 3G-интернета. Само устройство Google HomeKit вообще предназначено быть больше голосовым помощником, а не медиапроигрывателем. Поэтому ей можно задавать различные вопросы. Если у вас нет калькулятора, вы можете просто обратиться к этому устройству. Но, как вы уже могли заметить, я сказал это не совсем по-русски, потому что... Окей, Google, do you speak Russian? No, I don't speak Russian. При этом... Окей, Google, do you speak Spanish? Yes, I speak Spanish. Ну, если вам очень сильно хочется услышать русскую речь, то можно сказать, например... Окей, Google, what's a table in Russian? Таблица. Ну, возможно, мое произношение, а возможно, просто... Его можно использовать как переводчик и просить различные слова. Можно, например, запросить что-нибудь из Википедии, какие-нибудь общеизвестные факты. Окей, Google, who is the meaning of Star Wars? На одном из подобных мероприятий у нее спросили про мистера Путина. Она рассказала про Ким Кардашьян. Ну, оставим эти подробности. Ее можно называть еще не только Google, можно назвать ее... Окей, Бубу, what is the weather like? Окей, Бубу, what is the weather like? Очень радует, что она, по крайней мере, нашла город Воронеж, хоть и выговаривает его не совсем корректно. Как вы знаете, существует еще много аналогичных колонок. Например, Amazon Echo, который реализует голосового помощника Alexa. Сейчас компания Hardon Carman, по-моему, выпустила... Hardon, спасибо. Ну, я не знаю, кто у них... Она выпускает картону. И сама Apple готовит тоже к выпуску какую-то колонку, но у них все это обычно секретно, они про это сильно не рассказывают. Ну, там да. Поэтому, помимо вот таких вот забавных вопросиков с ней, на самом деле, можно очень много говорить. И, например, можно сказать... Можно использовать еще и в более домашних целях. Например, если вы хотите послушать звуки какой-нибудь природы, ну, или, например, вот у нас дождь собирается, давайте попросим воспроизвести ее дождь. Окей, Google. Rain sound. И она будет проигрывать вот так то, что вам хочется. Например, окей, Google. Fireplace sound. Ну, если у кого-то дома нету костра... Ну, надо же что-то обязательно порекламировать. Можно спросить у нее последний выпуск новостей. Можно использовать сторонние приложения, какие выкладываются в Play Market для Google Home. Можно построить какой-то свой собственный сервис. Большинство, конечно, сервисов, выложенных в Play Market, они предназначены для проигрывания музыки и видеоконтента. А если интеграция с отличными управляющими для дома, а-ля умный свет? Да, вот про это тоже хотел как раз рассказать. Если что, вы не стесняйтесь, пожалуйста, перебивайте, спрашивайте, уточняйте. Помимо всех этих разговорчиков, озвучиваний, музыки, она предназначена для управления именно умным домом. Сейчас это еще не так развито, потому что самих устройств еще много не наделали. Ну, вот Chromecast, который может показывать на экране. Можно также Google попросить воспроизвести видео на экране. Она будет выполнять роль контроллера, кондиционера, отопления. Можно будет просить поставить температуру в различных комнатах. Можно управлять светом, замками и прочими вещами, которые находятся в доме. Но для этого должна быть реализована поддержка и должны быть устройства. Устройства сейчас начинают появляться, и их можно купить и привязать к... Да, в основном у сторонних производителей, но тут, как я понимаю, политика будет так же, как и у самого андроида. Есть операционная система, есть куча независимых производителей телефонов. Мы даем вам возможность, вы и делаете. Как бы если у нее сейчас спросить... И вот, если ее настроить, она будет уже включать. Это как бы ее нативные возможности, которые в нее сразу заложены. Но поскольку речь идет именно о разработке программного обеспечения, Google позаботился о нас в контексте предоставления возможности разработки. Ну, вот эту штуку также можно найти. Это как бы, если кто знает, плата BeagleBone Green с процессором Texas Instruments. И они совместно с китайской компанией Groove, все втроем, Google, BeagleBone и Seed, выпустили вот такой наборчик, который себе представляет набор для подключения к клауд-сервисам Google. Набор. Давайте его откроем, посмотрим. Ну, сразу небольшое количество бумаги, которая описывает, что у нас лежит внутри. Самая главная часть – это вот сама плата. Плата – это, если не вдаваться в подробности, ну, это Raspberry Pi, я думаю. Многие из вас видели, слышали, что такое представляет из себя Raspberry Pi. Здесь также установлена операционная система Linux. Вот так вот она выглядит. У нее есть уже беспроводные интерфейсы, то есть Bluetooth и Wi-Fi. Вот здесь вот даже есть две антенки. Вывода в комплекте есть сами антенки, их можно подключить, хотя здесь есть и интегральная антенна, можно не подключать, она подключится. К Wi-Fi есть сигнал хороший, если плохой, то придется использовать антенки. Есть четыре порта USB-шных, полноценные хостовые и один USB-отг-порт. Его можно использовать и как хост, и как клиентское устройство. При этом они молодцы, они сделали великое дело. При подключении к USB и к компьютеру он представляется с сетевой платой, и не надо искать, какой IP-адрес он получил, это устройство, где он находится. То есть сразу включается, появляется новый сетевой интерфейс, на нем поднят сервис Multicast DNS, и по домену BeagleBone.local он предлагает, если у вас операционная система семейства Linux или Mac OS, у вас сразу откроется веб-сервер, расположенный на этой плате, и на нем будут расположены различные демки, какие можно попробовать. Для того, чтобы запустить подключение именно к Cloud-платформе, нужно будет зайти на сам сайт Google Cloud, там будет рассказано об этом наборе, и там будет кнопочка «Запустить демо». В комплекте, поскольку все это сделано совместно с китайской компанией «Грув», «Грув Кит» так называемый существует набор, он представляет собой наборы различных датчиков, исполнительных устройств, но у них есть одна отличительная черта. Они все оборудованы разъемчиками, их не надо паять, не надо думать, как их включать, достаточно лишь просто вставить разъем. Вот так выглядит плата расширения, которая надевается на BeagleBone. Обычный набор «Грув» представляет из себя нечто подобное, только у него еще разъем уже к микроконтроллеру другой. Здесь разъем сделан на штатный разъем BeagleBone Black. Это выводы микроконтроллера. Как правило, любой вывод микроконтроллера, у некоторых даже вывод резет может быть также GPIO. Его можно перепрограммировать прямо в рантайме. Ат-меги у них, например, вывод резет программируется как в фьюзике при программировании прошивки. Фьюзики – это просто биты задаются в специальный регистр при прошивке. И вот так вот, подключив эту плату, у нас есть набор разъемов для грув-кита. Теперь мы можем подключать датчики. И здесь есть уже более-менее сносные API, демки, которые позволяют разобраться с этими датчиками. Как я сказал, GPIO – это не просто GPIO, они дают интерфейсы, как и квадрат C, SPI, UART и прочее. Здесь еще на борту стоят парочка микросхемок. Одна из них – это, насколько я мог понять, преобразователь – это ADC. Потому что некоторые из предоставленных датчиков, они на логовую. Как бы… Вот в комплекте есть такой набор проводков. Каждый… Все проводные, да? М? Датчики все проводные? Да. Закупурили. Блютуз на борту есть, пожалуйста. Все, что угодно из блютузовских датчиков. Это не проблема. Вот так выглядит разъем. Единственное, что стоит только понимать, то, что какой-то датчик. Если это аналоговый, то его нужно в аналоговый разъем. Если цифровой, то в цифровой. Вот так он вставляется. И дальше уже надевается датчик. Из датчиков у нас здесь что лежит? Большой-большой светодиод. Он RGB-шный. Его можно зажечь любым цветом практически, в зависимости от того, какой источник будет. Ну, как правило, как в любом языке программирования, Hello World – это первое приложение, так же и при железках. Первое дело – это помехать светодиодом. Ну, можно елочку, но это все равно надо с одного начинать. А потом и до елочки дойдет. Следующий сенсор здесь лежит. Это датчик температуры. Это, насколько я понимаю, LM75A. Да, LM75A. Ну, если кто знает такую микросхему, это микросхема с интерфейсом И квадрат С. Ну, просто можно померить температуру. Пищалка. Даже доставать ее не буду. Просто на нее подается плюс 3,3 вольта, и она будет пищать. Датчик нахождения кого-либо в помещении – это инфокрасный датчик. Он работает, как у него снизу стоит светодиодик. Он светит. Вот этот белый колпачок – это рассекатель. Он светит во все стороны. И рядом стоит приемник. И так же он со всех сторон принимает излучение. Если кто-то мимо прошел, ты излучение побудораживал, он просто ножку дернет. И будет сигнал тревоги. Трехосевой акселерометр. Просто кнопочка. Обычный потенциометр, резистор. Не как современный регулятор громкости, где валкодер стоит, который щелкает вот так, а вот обычный старенький резистор. Это как раз для аналоговых входов. Датчик света. Кстати, что интересно, тоже аналоговые. Не знаю зачем, они поставили аналоговый датчик света и рядом операционный усилитель. Можно было использовать цифровой. И вот, пожалуй, наверное, самая интересная штуковина среди этих датчиков – это OLED-дисплей. Сейчас модно на телефонах, на различных, говорить OLED, LCD, AMOLED. Кто-то не знает, что такое вообще просто вот OLED-дисплей. Которые уже в Волге было как давно, чтобы быть. Необычно, вот как e-book какой-нибудь, где стоит экран с e-ink, только светится. То есть очень контрастно, очень красиво выглядит. И некоторые делают всякие тетрисы на таких платах. Ну, несмотря на размер, выглядит весьма интересно, потому что этот экран такой вот, дает очень хорошую картинку. Вот этот, это где-то, наверное, 2,8. Это 128 на 128, я думаю. Где-то так. Нет, он монохромный. У него просто, ну, номер светодиодов. Они просто светятся. Часы из них делают довольно хорошие. Мне очень нравится, как такие экраны показывают. Ну, и, конечно, USB-кабель, ну, скажем честно, сэкономили. Да. Ну, и, как я сказал, можно прямо подключать эту плату Google Cloud, брать какой-то датчик, отправлять в Google Cloud, писать какое-то свое приложение, и можно заставить Google Home исполнять какие-либо уже непосредственные, например, отображать что-то на экране по команде от Google Home. Это, как бы, можете реализовывать уже. Все API предоставлено. А вот у Google Home сейчас, к сожалению, нет открытого API для самого Google Home, чтобы его взять куда-нибудь перенести. Например, у Алекции амазоновской, у нее есть так называемый echo-sim.com. Там можно зайти и просто запустить ее, поиграть. У Google сейчас… У Google сейчас… Все это вообще изначально выросло из Google Now и прочих гугловых голосовых сервисов. О, все, все, все. И Google сейчас еще выпустил вот такой вот… Google совместно с Raspberry Pi выпустили вот такой вот небольшой набор, буквально вот на днях это произошло. Распространяется этот набор вместе с журналом MachP, который является официальным журналом Raspberry Pi. И, как обычно, в стиле Google, как и Cardboard, у нас следующий доклад будет как раз про виртуальные технологии, представляет собой картонную коробку. Внутри коробки лежит плата, которая называется Voice Head. Она надевается так же, как на BeagleBone, надевается вот эта плата, она надевается на Raspberry Pi. Поддерживается вторая и третья Raspberry Pi. Ну, парочку разъемчиков, динамик, сама кнопка, и получается вот как устройство, как вот наверху нарисовано. Это фактически полноценный вот такой вот Google HomeKit. Там живет голосовой помощник. Что интересно, поскольку Raspberry работает на операционной системе Linux, официально это Raspbian, это Debian, Google подает свой образ на данное устройство. Они называют это Project AAY. Операционная система, там Android Things. Скорее всего, все реализации того, что общаются с нами, они, скорее всего, на Яве, поэтому можно сделать вывод. Alexa, например, предоставляет полноценный API, можно взять и использовать. Ну, я думаю, Google идет с небольшим отставанием. Я думаю, они перегонят Alexa в будущем. Наверняка они предоставят API. Наверняка они сделают русский язык. Как вы видите, она уже отвечает по-испански. Как бы Alexa до сих пор не знает испанского. У Google сейчас предоставлены API на распознание речи, на синтезацию речи. Предоставлены API для понимания человеческой речи, то бишь мало распознать просто слова, нужно понять еще, о чем идет речь. И они все свое API очень слоисто делят, разделяют и отдают в очень правильном, с точки зрения программиста, виде. Но, к сожалению, из-за этого могут быть небольшие задержки с доставкой того же самого API. Но я думаю, оно появится. Появятся веб-сервисы, которые будут эмулировать. Можно будет куда-то перенести, портировать. Ну, кому не терпится, ну, вот такую штуковину можно купить. Так, а скажите, пожалуйста, у кого из вас в детстве была приставка Dendy? У-у-у! Отлично, спасибо. Я уже думал, что я один про нее помню. И среди довольно необычных и интересных устройств на продуктах компании Google у нас появился довольно… Приключи слайд. Появилось довольно неожиданное решение. Это вот такая вот черная коробочка. Ну, это про Google HomeKit. Вот такая вот черная коробочка. Ну, вот она вживая. Давайте ее раскупорим. Как видите, наверное, фирма Razer вам знакома. Это, как правило, производитель различных игровых аксессуаров. Вот она, эта коробочка вживую. Вот такая вот. Внутри с ней лежит в комплекте кабель и, как мы уже сегодня посмотрели с другими устройствами, адаптер с американской вилкой. А в джойстике? Джойстика в комплекте нет. При этом есть другой комплект поставки, который стоит в полтора раза где-то дороже. В нем идет джойстик. Не знаю, насколько там хороший джойстик, но знаю, что такое есть. Ну, давайте ее тоже заведем. Причем довольно интересное решение. Здесь круглый разъем питания, здесь USB. Сзади на панельке расположен вход для питания, HDMI, Ethernet и USB, один USB. Ну, кому мало, в принципе, я думаю, хаб можно вставить и будет работать. Какое-то станет компактным. Не, ну… Так, ну, кому? Ну, как бы, давайте, с той стороны, вот, как бы, телефоны, они, USB, на них очень долго живут. Как только microUSB появлялся, да, там были проблемки небольшие. Сейчас больше года разъем живой. А тут, как бы, игровая приставка, она вот стоит. Зачем ее дергать? Джойстика, как мы уже заметили, в ней нет. С одной стороны, это даже очень хорошо, потому что можно взять уже ваш любимый джойстик и использовать именно его. Как вы уже видите на экране, данная приставка, потому что производители позиционируют именно как игровая консоль. Она загрузилась. Сейчас мы возьмем USB-приемник от джойстика и подключим. Так, ну… Ага. Так, ну, помимо всего прочего, вы уже заметили, что операционная система здесь стоит в Android. Ну, давайте уже туда зайдем, посмотрим поподробнее, что это на самом деле… здесь, я не знаю… Это не просто Android. Здесь нигде не написано, а на коробке и вообще написано, что это Android TV. То есть, эта штуковина, помимо игровой приставки, это вполне себе полноценная Android TV. Ну, как бы, первый канал. Да, немножко кошмаров. Ну, как бы, посмотреть. Работает. Ну, все, давайте что-то теперь выключим. Сам факт. Оно работает. И из интересных вещей здесь все так же, как в обычном Android. Русские… Давайте посмотрим. Language. Нету. Русские каналы будут, потому что это Android TV. Тут как бы вопрос производителя, почему он не адаптировал сам интерфейс. Хотя он, в общем-то, большей частью идет от самого Google. Но, тем не менее. Это все… Да, это можно представить регион. И если сейчас мы зайдем в YouTube, конечно, будет все работать. Зайдем в русский, то как бы название приложения, они вот они. Сами приложения, они будут, конечно же, на русском. Ну, первый канал, сами понимаете. Вряд ли он будет на другом языке. И можно посмотреть. Здесь игрушки, игрушки, игрушки. Различные другие провайдеры медиасервисов. Также здесь есть радиостанции. Ну, вполне себе полностью полноценные. Android TV. Ну и так, чтобы посмотреть, как это выглядит, основное назначение – это игры. Давайте запустим Asphalt 8. Ну и заодно посмотрим, какая производительность у нашего маленького устройства. Как бы до такой коробочки с весьма красивой такой подсветкой. Мне она нравится, эта зеленая полоска. Подсказка, как пользоваться. Ну, цена, что-то рекомендованная была в районе 100 долларов без джойстика. Что, в принципе, за приставку. Такой, что же, по-моему, что-то в районе 100. Ну да, тут, наверное, без сотни вопросов. Ага, а где Quick Play? Вот это? Не, не, Play, 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 да. Play. Правда, R1. R1? Да, да, это было. Ага, все, разобрались. Почему-то в прошлый раз я запускал, но мне такого не спрашивало. Ну, на таком проекторе, да, это очень здорово. Вам еще нужно присесть, когда вы так. Как бы в тот же самый USB-разъем я с успехом вставлял и клавиатуру, и мышку, все работало. Ну, вот так, вот такая графика, вот такого уровня игры в большинстве своем будут себя представлять. Ну, я думаю, понятно. и, кстати говоря, это устройство также поддерживает каст-режим, то есть, можно подключаться к этому устройству прямо с плашета. Ну, как бы, последнее, то, что я, наверное, вам покажу сегодня. А, нет, наверное, не получится, потому что нужно какой-нибудь видеоконтент. Ну, смысл в том, что оба устройства, что Google Cast, что устройства вот это приставки, если залезть в настройки андроида, может быть, вы видели у себя в звуках уведомления или в экране есть такой пункт, как трансляция. Он есть. И вот если сейчас сюда залезть, здесь он, вот он, Forge появился. И вот тогда уже к ней можно подключиться и пытаться что-то... А, заработало. Да, вот оно как раз работает. Вот, пожалуйста, вот приложение Google Home можно поближе посмотреть. И как бы... Вот он полноценный тоже каст. Как видите, инфраструктура устройства Google, она, как правило, повторяет себя и одни и те же устройства можно использовать. И одни и те же устройства можно использовать абсолютно идентичным образом. Ну и на этом все. В моем мешке остались лишь одни провода, которые я взял на всякий случай, если понадобится, как-то их подключить более сложным методом. Спасибо вам за внимание. Сейчас Андрей Лемин расскажет нам подробнее о устройствах в виртуальной реальности. Так, всем привет. Меня зовут Андрей. Я Unity-разработчик компании DataArt. Занимаюсь разработкой программ с использованием виртуальной реальности платформы Unity, как понятно. Сегодня я вам поведаю немножко о современных технологиях виртуальной реальности, мобильной виртуальной реальности. У меня есть несколько устройств. Вот о них я расскажу, покажу. В первую очередь хочу спросить, кто-нибудь уже пользовался каким-то устройством виртуальной реальности? Может быть, надевал очки, пробовал где-то? Картборд считается. Картборд считается, да. Картборд виртуальной реальности. О, отлично. Значит, как минимум половина зала, то есть народ уже знаком. Скажите, когда вообще появилось первое понятие виртуальной реальности? Кто-нибудь знает? Виртуальной реальности. Но в каком году? На самом деле, в 89-м году именно термин виртуальной реальность появился. Его изобрел Джарон Ланьер, ученый, футуролог. Но на самом деле устройства виртуальной реальности, как ни странно, появились гораздо раньше. Первое из них было в 67-м году, на которой генерировалось изображение с компьютера именно с тех времен. Но это была уже виртуальная реальность. Она называлась по-другому. Она называлась искусственная реальность. Давайте посмотрим, что вообще такое, как оно работает. У человека, как известно, пять чувств. И задача стоит такая, чтобы создать действительность, которая для человека будет ничем не отличаться от нормальной, ну, до определенной степени, от нормальной действительности, но подчиняется другим законам. Говоря пять чувств, конечно, есть такие устройства, которые в какой-то степени все пять чувств задействуют, но современные устройства задействуют только зрение и слух. Может быть, в какой-то степени осязания с помощью технологии обратной связи. Ну, давайте перейдем в более позднее время. У нас есть задача показать пользователю виртуальную реальность. У человека, как известно, бинокулярное зрение, поэтому нужно показать две картинки для левого и для правого глаза. Нужно, соответственно, дать звук на наушники или что он использует. До последних лет этим занимались. Были такие устройства достаточно громоздкие, то есть там реально шлем виртуальной реальности надевался, и они были стационарными, это были как аттракцион в каких-то там развлекательных центрах. Что от них требовалось? От них требовалось наличие датчиков, акселерометров, гироскопов, магнитометров, наличие достаточных процессорных мощностей, чтобы обеспечить минимальную задержку и максимальную точность. Ну, мы подошли сегодня к тому, что это могут мобильные устройства. Вот перейдем к первому из них, это Google Cardboard. Вот это не Google, но это точно такой же Cardboard, одна из реализаций, можете посмотреть, передать другим. Вот, то есть что он из себя представляет? Это просто картонная коробка, даже не коробка, изначально это, ну, грубо говоря, схема, по которой можно было создать что-то подобное. То есть картон, пластиковая линза дешевая, липучки, ну, место, куда вставляется телефон. Магнитик для того, чтобы можно было хоть какое-то взаимодействие с устройством делать. С помощью магнитометра телефон, вставляемый в эти очки, он обрабатывает сигнал, соответствующим образом реагирует в приложении. Проект картборда, это своего рода эксперимент Google, он был представлен на конференции, такой же, Google I.O. в 2014 году. Вот, скажите, еще раз поднимите руку, кто пользовался картбордом? Ого, много народу. Ну, наверное, ни для кого не секрет, что у картборда существует масса реализаций, и масса устройств с ним совместима. Ну, собственно, айфоны последних моделей, их тоже можно использовать как источник изображения. Так, ну, перейдем непосредственно к объективной реальности. Достоинства этого устройства, это крайне низкая цена, его можно собрать на коленке, если, ну, если есть линзы, ну, и если, как бы, при наличии рук, вы свободны в времени, можно из чего угодно, ну, на самом деле продается масса устройств китайских, и не очень, вот одно из них, сейчас гуляет по залу, кстати, где оно? Вот, отлично. Вот, это не гугловый картборд, это одна из его реализаций. Вот. Стоят они, ну, порядка 100 рублей, они, соответственно, разного дизайна, не все из них картонные, многие из них пластиковые, многие из них гораздо более удобнее, чем вот эта вот картонная штуковина. Вот, она на самом деле очень давит на нос, очень его режет, и долго проследить такое невозможно. Одним из недостатков является низкое качество трекинга, то есть там работает только процессор телефона, вот, причем со шашлемом никакой связи нет, потому что не с чем связываться, это кусок картона. Все зависит от того, какая задержка у самого приложения, которое написано под эту платформу. Из-за этого может ухудшаться качество трекинга, то есть за головой следит пользователь, за головой пользователь и следит за задержкой аппарат. Но к недостаткам я мог бы еще добавить невозможность настройки этих линз в этом аппарате, но поскольку существует много реализаций, существуют аппараты для различных платформ, которые позволяют, ну, для различных именно телефонов, которые позволяют и по диоптриям регулировать, и по базе глаз регулировать. Но вот решение очень дешевое и очень эффективное в плане цена-качество. Так, дальше. Практически одновременно Samsung совместно с Oculus представил свою технологию Gear VR. Вот этот проект был уже представлен на выставке 3 сентября того же 2014 года. Наверняка все слышали про Oculus Rift. Вот те же ребята из Oculus совместно с Samsung разработали такую технологию, как Samsung Gear VR. Что интересно, SDK у них один и тот же, что для рифта, что для Gear VR. Что в нем есть, в отличие от картборда? Кстати, да, вот могу вживую показать, тоже могу пустить по залу, сюда вставляется аппарат, вот можно посмотреть поближе. Кому интересно, могу даже продемонстрировать, вставить, ну, понятное дело, мы ограничены, получится не всем показать. Вот, что в нем есть? В нем есть, ну, как видно, там есть панель управления, там есть 4 кнопочки, точнее, там сенсорная, а, здесь не видно, сенсорная панель и одна кнопка, то есть можно стрелки есть и, говоря, кнопка тоже сенсорная, окей. Ну, есть еще кнопка назад, обычная аппаратная. Вот, там, в отличие от картборда, есть еще дополнительный датчик, от поворота головой. Если вернемся на несколько слайдов назад, то мы увидим вот эту картину, это на самом деле скриншот из картборда. Вот, в Gear VR все не совсем так, то есть, как происходит в обычном приложении? данные с датчиков отправляются в приложение, там обрабатывается, получают две картинки на выходе. Эти две картинки в случае картборда проецируются, ну, с помощью, там, некоторых преобразований на экран, а в случае Gear VR все несколько сложнее. То есть, имеются две картинки, и они проецируются на экран только после обработки данных с датчика самого Gear VR. То есть, если у нас у приложения низкий фреймрейт, то есть, мало кадров в секунду оно дает, пользователь поворачивает резко голову, он практически не увидит задержки. Это все потому, что картинка, которая получена на последнем кадре, она как бы немножко в сторону отходит, она следит за положением головы, остается на том же месте. То есть, вот она, картинка на последнем карте, я голову поворачиваю, и для меня она вот здесь. Следующий кадр может быть там через десятую долю секунды, но если плохо оптимизирую приложение, и в случае Google, в случае Gear VR, я разницы не замечу, если там, конечно, не будет какой-то анимации сложной. Это все очень-очень улучшает именно сам опыт работы с устройством, то есть пользователи менее жалуются на головную боль, на головокружение. Вот к этим проблемам мы еще перейдем. Адаптация по фокусу присутствует. Вот тот, кто держит устройство Gear VR, сверху сверху есть ручка, которая, да-да-да, именно, обратите внимание, которая, нет, не скроллинг, это на самом деле настройка фокуса. Вот, то есть для людей со слабым зрением, таких, как я, это актуально, можно подстроиться, но как нельзя лучше еще и дизайн позволяет еще и с очками эту штуку надевать. То есть уже даже и не нужно это делать. Можно без очка и можно без очков эргономика. К минусам можно отнести малое количество устройств, под которые рассчитан этот Gear VR. Соответственно, вот устройство семейства Galaxy начиная с 0-4, заканчивая там S8 последними. Вот, но, к сожалению, на этом все. Ну, цена, цена немаленькая по сравнению с карбордом точно, но это капля в море по сравнению с ценой самого аппарата, который там в районе тысячи долларов может стоить, например. То есть за эти деньги это сравнено с покупкой Oculus Rift. Честно. Ну, отдельно Oculus Rift без компа для него. так, следующая технология тоже гугловая это Daydream. В принципе, это тот же Gear VR по сути, по принципам работы, то есть точно так же есть дополнительные датчики, точно так же картинка не сразу поступает на экран, а после определенной обработки. То есть гладкость в движении по-прежнему присутствует. То есть я смотрю на картинку, я поворачиваюсь, картинка здесь и на следующем карте, кадре она окажется где положено. Вот, то есть гладкость по-прежнему присутствует. Но это устройство уже было представлено не так давно, в прошлом году, 10 ноября на точно такой же конференции Google. Как будет через несколько минут. Да, через 2 минуты. Да. Что значит между Daydream и кардбордом? Между Daydream и кардбордом? Небо и земля. По сути это просто без стябки, но такая же картонная коробочка. Нет, это не картонная коробочка, здесь уже есть датчики и здесь самая такая интересная штука это пульт. Да, и здесь во-первых приложение позволяет, ну приложение с использованием SDK позволяет отслеживать координаты пульта относительно пользователя и его поворот, то есть это уже как указка действует. Да, пульт это указка, то есть на телефон поступает сигнал от пульта и обрабатывают соответствующему. в самом пульте да, все степени в шлеме датчики поворота. Вместо него можно кардборд поставить и он будет работать как кардборд, но вместо него можно Deidream поставить и оно будет уже работать так же как Gear VR работает. где другой пульт? нужен другой пульт. Вот он так выглядит в разобранном виде. Я даже могу сейчас что-нибудь продемонстрировать. у нас времени не хватает. Ребят, извините, у нас задержка небольшая случилась. Собственно, проблемы фактически те же, то есть малосовместимых устройств. Но, как ни странно, они разных производителей, я чуть позже к этому перейду, но из достоинств я уже упомянул удобнейший контроллер, то есть можно как ну есть приложение там фантастические твари по сказкам Rowling, можно волшебной палочкой управлять вот этим пультиком и там жестами какие-то заклинания вызывать довольно забавно. Совершенно верно, вот это она и есть, я про нее и говорю. Ну, из отличий от GearVR, но единственное могу назвать приятный дизайн, он на ощупь как водолазка, можете впустить по рукам, опять же пусто потрогают. Вот, Google это сейчас я даже процитирую, Google говорит, что они сделали Daydream View, вот этот контроллер, из ткани, чтобы она соответствовала материалу одежды, которую носят люди. таким способом они посчитали, что они будут ближе к своим пользователям, но это, конечно, его приятно держать в руках, в отличие от пластмассы, но если вы обратите внимание, там нет настройки по резкости, там нет настройки по базе, это минус, но это одно из первых устройств, дальше будут новые устройства, это первое устройство для платформы Daydream, которое поступило в продажу. Так, а, ну еще можно отметить, что когда надеваешь этот телефон, на очки особенно, он дико бликует, то есть свет изолирует довольно плохо, Daydream, ну, можно, может попробовать надеть, приложить, вот, там увидите блики в больших количествах, в Гераре, кстати, такого не было, вот, и главный недостаток, это количество устройств, которые поддерживают эту технологию, вот они все перед вами, их не так много, и они все стоят недешево, вот, ну, перед всеми мобильными технологиями встают стандартные проблемы, это комфортно с самого устройства, то есть кардборд давит на нос, Gear VR не настраивается по базе, Daydream вообще не настраивается, но зато приятный на ощупь, опять же, светоизоляция и так далее, дальше, самая большая проблема, ну, остальные можно, честно говоря, опустить, я о них уже сказал, основная проблема это укачивание, вот, это то, с чем сравнивают, с чем сталкиваются все производители, то есть, если помните какой-нибудь аттракцион с американскими горками, вот, там укачивание это как бы часть развлечения, но современные приложения стараются разрабатывать так, чтобы этого укачивания не было, это очень непросто, то есть нельзя просто поворачивать как голову человека, ну, как бы камеру в игре, в приложении, передвигаться нужно очень осторожно, очень аккуратно, именно поступательное движение, желательно вообще телепортироваться рывками, потому что больше часа, ну, не каждый, наверное, космонавт может выдержать, если неумелых руках, если неумелые руки разрабатывали приложение для виртуальной реальности, вот, это очень большая задача, очень большая проблема, но, как видите, прогресс не стоит на месте, прогресс идет вперед, и вот такие устройства, как Google Daydream этому очень способствуют, вот, и Gear VR тоже, в частности, очень забавно выглядит, когда человек смотрит без телефона, да, вот, это все, спасибо за внимание всем, можно вопросить? Да. Вы тут мнение, что сейчас параллельно, ну, как мнение, это фаза, что параллельно VR развивается AR, или как, дополненная реальность? Дополненная реальность, да, есть. Вы тут мнение, что выиграет только одно направление, то есть, не будет параллельного развития, то есть, сейчас технология мейс-кримная завоюет рынок, там, VR, или дополненная реальность, потом уже будет развитие ее конкретно. Ты с этим согласен? скажи вообще про VR говорил, а дополненная реальность, ты считаешь, есть место в дальнейшем? Безусловно, ей есть место, но, честно говоря, я не совсем согласен, что они очень сильно конкурируют, скорее, это две разные ниши, то есть, если, поясню, в виртуальной реальности мир целиком создается полностью на устройстве, а в дополненной реальности человек видит как бы окружающий мир, но к нему добавляются какие-то образы визуальные или аудиообразы. Вот, есть игры и под то, и под то, то есть, Microsoft для своего хололенса, устройство для именно дополненной реальности, представило игру, которая там, ну, может быть, кто-то видел, то есть, из стены, там, стена разваливается, из него, там какие-то вылезают летающие роботы, которых игрок с пульта, вот так вот, держа его в руке, расстреливает. Вот, но в виртуальной реальности, конечно, это не так смотрится, в виртуальной реальности ты не увидишь свою комнату и не увидишь, как в ней там проламывают дыру. Вот, на самом деле, на самом деле, да, интересная вещь, но это скорее не тема данного доклада, но мне кажется, что они будут развиваться параллельно и пересекаться друг с другом будут весьма редко. Вот, я тоже мало слышал про дополненную реальность от Google, про что? Про карты? Карточные игры, но на самом деле, есть в виртуальной реальности такая штука, то есть Google Street View, то есть можно через очки виртуальной реальности посмотреть виды карты, ну, как, можно смотреть панорамы прямо в виртуальной реальности. сейчас реализовать возможность в кратбордах и в этих устройствах, которые качества, так сказать, что там уже интересная реализация идет по роботу. То есть мы рассматриваем, и можем мы сговорить, что будет вперед, назад, то есть мы когда-то находимся в режиме просмотра, и так далее, перед, мы можем даже не использовать дополнительные устройства, то есть контроллер, тренинголос, и заправлять в управлении движения. Ну, замечательно. Я, к сожалению, не слышал о таких технологиях. Еще есть такую новость на Facebook R8.